Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости «Анапа-Регион» в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, коротко о самом главном. Сотрудничество без посредников. У производителей и потребителей появилась возможность наладить новые контакты. Дань памяти. Анапские казаки начали подготовку к параду в честь дня реабилитации кубанского казачества, который пройдёт в Краснодаре. Собственный дом спустя 15 лет. Семьи вынужденных переселенцев сегодня получили жилищные сертификаты. Принятие социально направленного бюджета, утверждение генплана города, решение принципиальных для дальнейшего развития «Анапы» как курорта вопросов. Совет депутатов сегодня подводил итоги своей работы за год. Работу с администрацией города народные избранники признали крайне продуктивной и эффективной. Поблагодарили коллег из Законодательного собрания края и недавно избранного депутата Госдумы Ивана Демченко за поддержку. Подробнее в нашем материале. Состав стабилен. Многих депутатов переизбрали в 2015 году. Председатель совета Леонид Кочетов назвал это своеобразной оценкой со стороны населения. При этом сама структура городского парламента постоянно совершенствуется. По инициативе главы города Сергея Сергеева создали комитет, который курирует вопросы безопасности и занимается делами казачества. Как сказал его председатель Николай Смирнов, в целом старт получился уверенным. В бюджетном комитете отметили, что главный финансовый документ исполняется, несмотря на объективную ситуацию в экономике. Почти три четверти объема бюджета приходится на социальную сферу. Сами депутаты активно работали в округах, помогали с ремонтами в школах, выделяли деньги на инфраструктуру, инвестировали в экономику города. От радости, что в лидирующих позициях на краевом уровне остается предприятие нашего коллеги депутата Демурчева Геннадия Селёновича. Начата реализация инвестиционного проекта по закладке яблодного сада интенсивного типа на базе завода Ханапа. В 2016 году залож на 100 гектаров молодых насаждений. Реализация данного инвестиционного проекта признана событием года 2016. Леонид Кочетов поблагодарил депутатов Законодательного собрания Краснодарского края за поддержку на региональном уровне. А работу с администрацией города назвал конструктивной и эффективной. Мысль нашла отражение в ответном слове заместителя мэра Светланы Яровой. Мы работаем и продолжаем работать совместно. При этом совместная деятельность администрации депутатского корпуса не заключается только в нормальной творческой деятельности. Мы с вами слышали, что практически все депутаты без исключения являлись инициаторами и организаторами проведения праздничных мероприятий, спортивных, культурных. То есть депутатским корпусом взята очень такая достигнута высокая планка в работе на благо и в интересах населения избирательных округов. Также депутаты отметили, что у города появился действительный представитель в Госдуме, депутат Иван Демченко. Председатель комитета по вопросам санаторно-курортного комплекса Вера Севрякова уже отправила ему предложение о введении на федеральном уровне термина «курорт федерального значения». По ее словам, это поможет развивать индустрию. В минувшем году удалось продвинуть вопрос об отсыпке анапских пляжей. Сейчас документы согласуют в Москве. Благодаря активной работе каждого члена комитета Анапа преображается, она благоустраивается, она с каждым годом более становится положенной на европейский курорт, о чем говорят положительные отзывы отдыхающих. По словам депутатов, их опора на местах органы территориального общественного самоуправления. Именно они поднимают самые важные для территории вопросы, которые удается постепенно решать совместными усилиями исполнительной власти депутатов, часто с привлечением вне бюджетных средств. Подземный переход – это наша гордость. И огромное спасибо главе муниципального образования Сергею Павловичу, Совету муниципального образования за создание такого сооружения. По словам Леонида Кочетова, совместные мероприятия общественности и депутатского корпуса необходимы, так как они сплачивают анапчан. В этом году пройдут выборы депутатов законодательного собрания, начнется подготовка к выборам главы государства. Также впереди работы в рамках года экологии. Нужно высаживать деревья, а с другой стороны учиться банально не сорить. Продолжится подготовка к мировому первенству по футболу. В Анапе строят тренировочные базы, которые после окончания чемпионата передадут спортивным школам. Две семьи вынужденных переселенцев получили государственные жилищные сертификаты. Они переехали в Анапу к родственникам. В одной из бывших республик СССР в то время был всплеск националистических настроений. Свой двухэтажный дом они были вынуждены продать по бросовой цене. Новым собственным жильем у них появился шанс обзавестить только сейчас. От имени главы примите поздравления. И еще раз выражаю уверенность, что это будет благополучная, счастливая жизнь. Вас ждет в этих стенах и в связи с этим событием. Заместитель главы города-курорта Светлана Яровая вручает сертификаты в рамках государственной программы жилища двум семьям. Получатели признаются, что ожидали этого момента. Надежда Кудинова живет с мужем у родственников в хуторе Красный. Приехали туда в 2001 году, после того, как в одной из соседних стран к власти пришли националисты. Все надеялись на лучшее, но лучшего ничего не было. И сейчас нет ничего. Осталась капелька, горсточка там. Женщина вспоминает, как продали свой двухэтажный дом фактически за копейки. Уже в России на эти деньги удалось купить диван да кресло. У Марины Резник фактически та же история. Дом не был крепостью, могли зайти во двор, взять что нужно и уйти. Сегодня день, когда можно окончательно переключиться с воспоминаний о прошлом на планирование будущего. Естественно, свое жилье – это свое жилье. Это уже крыша над головой своя. Естественно, эмоции переполняют. Наконец-то дождались. Денежный эквивалент одного сертификата – более полутора миллиона рублей. Документ именной и целевой. Его предъявляют в государственный банк, а тот, в свою очередь, переводит застройщику или продавцу деньги. Старшее поколение подумывает о небольшом сельском домике. Говорят, что варианты есть. Марина хочет приобрести жилье в городе. По старому месту ностальгии нет уже давно, а Анапская земля оказалась гостеприимной. Сотрудничество без посредников. Сегодня в Центре культуры Родина состоялась деловая встреча руководителей предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности с представителями торговли и общепита, санаторно-курортного комплекса и бюджетной сферы. В Центре культуры Родина сегодня едва хватило места всем желающим презентовать свои товары и услуги. На ежегодную деловую встречу прибыли более 60 производителей продукции со всего Краснодарского края. Сегодня предприятия заинтересованы в выстраивании новосрочных отношений только по итогам 2016 года 11 миллиардов вложено в развитие материально-технической базы. Сегодня предприятия имеют очень серьезный потенциал в обеспечении продуктов и питания не только жителей, гостей Кубани, но и наших соседних регионов. По многим направлениям мы имеем серьезные мощности, которые в разы превышают потребление. Дарья Марчук, Анапчанка, принимает участие в выставке второй раз. В прошлом году осенью она выставила стенд своего устричного хозяйства. Менее чем за полгода нашла покупателей. Сделала анализ рынка и поняла, что устрица – это такой продукт, который нужно представлять. И на сегодняшний день я придумала выездной устричный бар. Меня можно пригласить на мероприятие, открытие, выставка, презентация. Сейчас заключаются уже на сезон, в преддверии сезона договоренности о том, чтобы когда будет наплыв туристов, меня будут приглашать в санаторий и пансионат, и я с удовольствием буду туда приезжать. О популярности инфотура говорило и количество посетителей. Только анапскую потребительскую сферу представило более 100 торговых предприятий и 125 здравниц. Это не считая гостей из других муниципальных образований. За короткое время было заключено 50 прямых договоров, а все привезенные выставочные образцы были раскупленными посетителями выставки. В эту субботу работники жилищно-коммунальной службы бытового обслуживания и торговли будут принимать поздравления в честь профессионального праздника. Благодарностью главы города-курорта Сергея Сергеева отмечены многие. Среди них обычный мастер по ремонту обуви. Вот уже более 10 лет на перекрестке Промышленная-Астраханская работает павильон семейного бизнеса по ремонту обуви. Многие анапчане знают это место. Здесь можно и обувь починить, и телефон. С молодым предпринимателем Давидом Атаяном познакомилась наша съемочная группа. Давид Атаян 10 лет назад со своими родителями переехал в Анапу из Краснодара. Получил высшее образование по направлению туризм. Сначала решил заняться ресторанным бизнесом. Прошел путь от официанта до управляющего. Но три года назад все-таки решил открыть собственное дело – мастерскую по ремонту цифровой техники. Вы оставите мне сейчас в квитанции номер телефона, я вам сообщу, сколько вы это стоите. Все отлично, прошу. Одну минуточку, я выпишу вам квитанцию. Люди, которые хоть раз пришли к нему, так и остаются постоянными клиентами. Секрет, говорит Давид, очень простой. Качественная работа – это репутация. А репутация в нашем деле – это самое главное. Потому что не будет хорошей репутации, никто к тебе не будет ходить. То есть и не будет клиентской базы. То есть клиенты не придут к тебе. Они не будут тебя ремонтировать, соответственно, ты понесешь убытки и закроешься. А клиентов у Давида много. Конкуренции он не боится. Напротив, она заставляет его думать и развиваться. Давид даже разработал собственную программу по привлечению клиентуры, в основе которой – качество работы. Даже когда рядом со мной кто-то открывается, открывает какой-то тот же самый бизнес или, например, что-то похожее, я никогда не смотрю, что у них там. Я предлагаю людям, значит, должен предложить что-то такое, чтобы они ходили именно ко мне. А что это? Это, во-первых, какие-то лояльные программы. То есть по оказанию услуг, например, каждому, там, десятому, грубо говоря, да, там есть какая-то определенная скидка. Пенсионерам, например, смотришь на пенсионеров, соответственно, ты делаешь скидку, если он пришел. Это тоже немаловажный фактор. Сейчас Давид мечтает об одном – скорее заработать стартовый капитал и открыть собственный ресторан. Как он признается сам, до реализации мечты осталось совсем немного. Уже собрана команда единомышленников, которые помогут ему в этом. Ведь главный девиз предпринимателя – никогда не сдавайся. В Краснодаре в середине апреля пройдет 26-й по счету парад в честь Дня реабилитации Кубанского казачества. Впервые этот праздник отметили в 1992 году. В нем примут участие дружинники из Адыгеи, Карачао-Черкесии, Абхазии и Краснодарского края. День реабилитации Кубанского казачества – значимый праздник для дружинников. Так они могут почтить память предков и вспомнить тот день, когда им дали право на возвращение своего уклада и традиций. В составе Кубанского представительства будут и казаки Анапского районного общества. Сейчас построение общее, не повзводное, а общее, в одну коробку. Правильно! Так анапские казаки готовятся к предстоящему параду. На площади у администрации города сегодня прошел строевой смотр. Всего в казачьей дружине 100 человек. Но, по словам заместителя атамана, сегодня много желающих вступить в их ряды. Сначала вступают в казачество, первоначальное казачье общество. Это хуторские, станичные, городские. Потом они должны пройти испытательный срок – два года, казаки. И потом уже вступают в казачью дружину. Это очень почетное звание и должность. Очередные профилактические комплексные мероприятия пройдут в ближайшую субботу в сельских округах. В Юровке ждут на День здоровья взрослых, а в Благовещенской – детей. Прием для взрослого населения Первомайского сельского округа пройдет 18 марта с 9 до 13 часов в участковой больнице номер 3 села Юровка. На бесплатную консультацию терапевта, невролога, эндокринолога и других специалистов приглашаются все желающие. Посетители Дня здоровья также смогут измерить рост, вес, артериальное давление, сделать флюорографию, экспресс-анализ крови и другие обследования. В эту же субботу в Благовещенской состоится Детский день здоровья. Маленьких пациентов ждут с 9 до 13 часов в Станичном доме культуры. Без выезда в город и предварительной записи родители смогут показать малышей, детскому кардиологу, офтальмологу, неврологу, сделать им УЗИ и кардиограмму. Всем посетителям Дней здоровья необходимо иметь свидетельство о рождении или паспорт и страховой полис. В Анапе впервые открылась школа волонтеров «Территория добра». Молодым людям от 14 до 30 лет будут рассказывать о различных тонкостях добровольческой деятельности. В первом потоке занимаются 50 человек. У многих за плечами уже есть опыт волонтерской работы. Занятия будут проходить на базе Сочинского государственного университета при содействии молодежного центра 21 век. Занятия будут как теоретическими, так и практическими. Специалисты расскажут о том, как правильно проводить различные акции, как привлекать финансирование из различных источников, как взаимодействовать с органами местного самоуправления в решении социально значимых проблем. Первый выпуск намечен на декабрь текущего года. Школьники из детских социальных учреждений многих регионов России встретились во Всероссийском детском центре смены в Анапе в рамках проекта «С уверенностью в будущее». В смене принимает участие 93 самых активных участника проекта. Одним из ярких моментов стала встреча с Ириной Горбачевой, актрисой, театрой и кино, блогером и невероятно позитивным человеком. Об этом в сюжете наших коллег. Ирина может снимать видео в любом месте, будь то дом, метро или такси. А героем ее скетчей в социальных сетях может стать любой встречный человек. Ирина Горбачева – лауреат Первого Забайкальского кинофестиваля за лучшую женскую роль в фильме «Компенсация». Номинант премии «Золотая маска-2016» за лучшую женскую роль в спектакле «Сон в летнюю ночь». На встрече она впечатлила многих своим примером. «И всегда будут люди, которые вас будут останавливать и говорить, что это еруда, это фигня, это неинтересно, это не смешно и так далее и тому подобное. То есть самое главное – не там, где ты находишься, а тот, кто находится рядом с тобой, кто эти люди. Это должно быть твоей ненамышленность». «Просто потрясающе. Я и мечтать не могла о том, чтобы встретиться с моей самой любимой персоной Инстаграма. Я слежу за ее творчеством года три уже». Ирина рассказала про детство и творческий путь, про качество, который ценят в людях, и про любимые книги. Некоторые ребята вместо вопроса просили сфотографироваться или просто обнять любимую актрису. В предстоящие выходные дни жители Анапы смогут продолжить выполнение очередных нормативов ГТО. 18 марта в 16.30 можно будет сдать нормативы по стрельбе из пневматической винтовки. Проверить меткость все желающие приглашаются в ТИР средней школы номер 6 по улице Чехова, 24. Тестирование по плаванию пройдет в воскресенье, 19 марта, в 11.30 в бассейне спортивной школы «Виктория» по адресу проспект Революция, 11. Всем участникам нужно захватить с собой резиновые тапочки, шапочку для плавания, полотенце, а также сдельный купальник для женщин и плавки для мужчин. И в завершении выпуска информации от наших партнеров. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. С удовольствием представляем вам еще одного партнера программы «Новости». Медицинский центр «Анапа-Океан» – это качественная комплексная медицинская помощь, начиная от первичной консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте «Анапа-Регион.ру». А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Программа «Детокс-очищение организма». Прием врачей-эндокринолога и терапевта-кардиолога. УЗИ печени. Электрокардиограмма. Внутривенное детокс-очищение. Нейрофизиологическое обследование. Рекомендации по спортивным занятиям и индивидуальному питанию. Всего за 3049 рублей. Анапа-Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова